Всем привет! Очередной музыкальный обзор, пополнение в плейлист музыкальных обзоров. Ничего, другие обзоры тоже будут, и я планирую записать все-таки на этой неделе СМР. Короче говоря, дошли у меня руки до вот этого диска. Опять же, диск от Тани, то, что там Авелуш предложил, попросил посмотреть, посмотреть и так далее, пойти по ссылке и глянуть, я когда-нибудь сделаю, когда будет время. А тут же суть в том, что, так как, скорее всего, там, как бы канал Ютуб, и надо это не только слушать, но и смотреть, здесь можно просто слушать. Вот диск такой, группа Матушка, она была на психофесте, сборнике, посвященном психофесту, или как-то так. Я не помню, как мне эта Матушка там оказалась, в смысле, понравилась или нет, здесь она мне местоположение, я сейчас только что прочитала. Альбом называется У Матушки Местоположение. Дизайн, в принципе, такой интересный. Вот у нас такой же тут вот конвертик обычный, картонный, наверное. Вот такая же тут картинка. 2014 год стоит. И я не сразу заметила, интересный очень дизайн, еще раз замечу, что тут у нас три трека, опять же, в формате вейв, немножко на них ругался, у меня опять дисковод, не знаю, может быть, это связано с вейв, хотя у меня есть какие-то мои треки исключительно в вейв формате, ну, как-то с этим он нормально живет. В общем, вот такая у нас обложечка сзади. Очень интересная картинка. Если ее перевернуть, то она будет совсем интересная, ну, в смысле, глаз будет смотреть на вас. С одной стороны, мне в первый раз сначала показалось, что у вас бывают такие картинки, что как не перевернешь, все одно и то же. Но тут глаз именно вот кверх ногами зыркает на вас так, с зубчиками такими, с ножичками. Мне почему-то показалось, что это пасти волков, волков каких-то, как на самом деле, фиг знает. Но, кстати, вот если так смотреть кверх ногами вот на эту обложку, то тоже какой-то рисунок своего рода вылазит. И если перевернуть вот эту тоже, мне кажется, что вот здесь вот, ну, это чисто мое мнение, что здесь вот, допустим, листва какая-то. Если так перевернуть обратно, то тоже какая-то такая картинка вылазит. В общем, интересный дизайн, музыку такую я бы поставила фоном в какое-нибудь кафе, в какой-нибудь ресторан. Вот сколько мы с подружкой были или с кем-нибудь я была, когда вот путешествовали с Машей своим ходом, дикарями или еще где-то. Чаще всего встречается музыка какая-то очень напряженная, но не соответствует ни атмосфере кафе, ни антуажа, ничего. А здесь очень бы пошло в какое-нибудь кафе тихое, фоном пришли люди, сидят, обедают, там кушают, значит, говорят, дела какие-то решают. И фоном идет музыка, но в том плане, что если бы там они были вот эти музыканты из этой матушки, вживую бы играли в каком-нибудь кафе чисто фоном. Вот тогда бы да, но что хочу сказать. Честно, я его не осилила, там хоть и три трека, один там 15 что ли минут, другой около 10 или как-то так, последние 20 с чем-то минут, меня вынесло, а я не смогла это осилить. Хотя я включила и пошла делать какие-то дела, ну там коту поесть дать, себе поесть приготовить, что-то такое периодически компу подходя, даже с кем-то общалась в контактике, фоном эта музычка была. И я не смогла выдержать это. Это ничего не хочу плохого сказать, как бы, если у них есть хоть один там какой-то последователь, да, кому-то они нравятся, то они имеют место быть. Но мне они не понравились. Не то чтобы не мое, совершенно не мое. Вот из вежливости я этот диск слушала, но так вот я не даже, мало того, что не дослушала, на повторы я его не поставлю. Если они будут играть в кафе, то это нормально, если я там буду сидеть в каком-нибудь кафе, и там будут играть вот их такая музыка, то окей. Но не больше. Я даже не могу сказать там 2-3 или еще что-то. В общем, если, конечно, вас радует непонятная музыка, типа психофеста, вот монотонная, не помечо, где вот не сыграно, не... Все сырое и вообще тому подобное. Короче, если вам интересно мое мнение насчет этой музыки, идите к ролику насчет моего, ну, моего мнения, моего отзыва на диск, 2 диска в альбоме этого психофеста. Ну, если вам интересно, вы послушайте, вы поймете, о чем я. Ну, также там загуглите эту матушку и так далее. У меня настолько они мне не запали в уши, в душу или еще куда-то, что я их даже не загуглила в Яндекс это название. Ссылки, соответственно, не будет. Я им ставлю ноль. Не тот самый ноль, который обозначает, типа, ноль плюс от нуля и... От нулевого месяца ребенок может это смотреть, а тот самый ноль, который, ну, вообще никак. Ни хорошо, ни плохо, никак. Скажем, дизлайк. Всем спасибо за просмотр и хорошей вам музыки. Пока.